Храм Казанской иконы Божьей Матери был построен 200 лет тому назад. В тяжелые для страны советские годы он находился в заброшенном состоянии, но после развала СССР началось постепенное его восстановление. Прихожане снова стали туда ходить и не теряли надежду, что придет день, когда церковь осветят. И это произошло. 3 ноября навсегда останется в истории и памяти жителей Молокова. Подробности в репортаже Юлии Богосьян. Строительство храма Казанской иконы Божьей Матери началось по заказу графини Анны Орловской. Он был украшен настенными росписями и отличался строгими и изысканными внешними формами. Впервые его осветил строитель Екатериненской пустыни иеромонах Дорофей. Но, как и большинство русских церквей, Казанская церковь пережила много печальных событий в 30-е годы 20-го столетия. Ее закрыли, а двух священников, служивших ней в то время, расстреляли. В 2000 году оба они были прославлены в лик святых. С момента, когда в начале 90-х началось ее восстановление, жители Молоковского поселения ждали освящения их любимого прихода. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, ждали. Когда ходишь в церковь и знаешь, что ждешь этого освящения, это много для тебя значит. Мне кажется, это очень большое дело. Я даже не знаю, с чем ее сравнить. Я вообще не хотел бы сравнивать. Это некое такое отдельное, высокое. Великое освящение храма и божественную литургию совершил архиепископ Можайский Григорий. Для Казанского храма большая честь, что этот обряд произвел священнослужитель такого чина. Помогали ему настоятель Казанского храма Иерей Дмитрий и благочинный церкви Видновского округа Протеерей Михаил. По количеству посетивших это мероприятие прихожан, можно было судить о нынешней духовной жизни россиян. Наши православия, наш русский народ, он всегда исторически объединялся вокруг храмов. И вот действительно, вот эта духовная составляющая храма, она идет только во благо и принесет нашему району, поселению Молотовское, дальнейшее развитие. Восхищение и радость, царившие в душах людей в то утро, тяжело передать словами. Это эмоции, сравнимые с Божьей благодатью. Это ликует и радуется душам, это какой-то свет, и ты прикасаешься к чему-то такому воздушенному, что хочется преклоняться, плакать и молиться за всех. Трамп стоял разрушенный, а теперь такая красота, счастье и радость в душе. Праздник такой большой сегодня. Радость души и удовлетворение, ну, как вам сказать, вот как будто я побывала где-то вот на небесах. Вы знаете, может, еще не осознали, но мне кажется, это что-то такое величественное, что нужно для всех. После освящения архиепископ Григорий посетил психоневрологический интернат в селе Остров. Пять лет назад здесь была построена церковь Казанской иконы Божьей Матери. На протяжении всех этих лет каждую неделю отец Дмитрий, настоятель Троицкого храма, проводит службу для воспитанников лечебного учреждения. Владыка поблагодарил батюшку за то, что он находит время для этого и поздравил всех с праздником. Я сегодня испытываю очень большое волнение от посещения этого места, не только вот этого храма, а в течение всего дня. И сегодня я поздравляю всех и сотрудников, и детей этого заведения, этого учреждения тоже с огромным праздником, потому что это ваш храмовой приходской праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. К этому празднику была приурочена и благотворительная акция «Согреем детские сердца», организованная Национальным фондом Святого Трифона. Основатели этого фонда передали в дар интернату два плазменных телевизора. Наша молодежь. Какие вы? Это наша молодежь. Да, это наша молодежь. Работают. У нас ведь подсобные хозяйства тоже свое есть. Вы так вот живете? Вам тут тепло? Да. Тепло? Очень хорошо. Это красиво. Ничего нет более радостного, чем оказать помощь в меру своих сил и возможностей нуждающимся. Все здесь. Все здесь. Юлия Погасян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова